Сегодня у нас будет лекция, которая будет посвящена двум конкретным библиотекам, наверное, наиболее высокого уровня на тех языках, которые мы рассматриваем. Это Intel Thread and Building Blocks на C++ и Java Util Concurrent на Java, соответственно. Практически все, что мы будем говорить о TBB, Intel TBB, я буду рассказывать по слайдам, которые как раз-таки 14 марта, то есть не так давно, были выложены как официальное пособие по новой версии TBB на сайт курсов Intel. Что-то лучшее, в общем-то, придумать было сложно, поэтому мы просто по ним и будем ходить, при этом большую часть мы будем пропускать. Потому что все-таки наша задача не прям совсем глубоко вникнуть в каждый оператор Intel TBB, а понять, когда он нужен, значит, какие у него преимущества и когда его лучше использовать. То же самое у нас будет во второй части лекции по Java Util Concurrent. Итак, значит, Intel TBB — это набор примитивов библиотека, которая начала разрабатываться активно с августа 2006 года и сейчас является де-факто стандартом параллельного программирования с реализацией достаточно мощных и эффективных средств многопоточного программирования на C++ и Fortran. Отличительными особенностями, значит, в данном случае этой библиотеки является что? Значит, из всего того, что будет написано на слайдах, вот не надо будет сильно вникать вообще во все, значит, термины и все строчки, которые написаны, я буду акцентировать внимание на том, что нужно усвоить. Intel TBB — это библиотека, которая носит закрытый характер планирования. То есть вы фактически отдаете на откуп этой библиотеке все распределение задач, которые вы нас создавали. Абстрактно мы сейчас увидим, как вы создаете кучу задач, которые могут выполняться как последовательно, так и параллельно, отдаете все это дело планировщику Intel TBB и ждете, значит, какого-то результата или наблюдаете за выполнением вашего приложения. Фактически это все, что от вас требуется при программировании Intel TBB. Считается, и вот можно встретить такое выражение, что Intel TBB — это STL для параллельного программирования. STL, значит, C++, Standard Templates Library. Точно так же Intel TBB в основном реализован на шаблонах, и точно так же, как STL нужно достаточно хорошо понимать, вот, точно так же Intel TBB, возможно, предназначен для решения достаточно сложных и архитектурно значимых, если так можно выразиться, задач. То есть если вам нужно просто создать поток, который будет слушать сеть и потом что-то дело принимать и обрабатывать, то, в общем-то, наверное, TBB для вас вот слишком. Точно так же, как OpenMP не слишком предназначена для сложных задач, Intel TBB, в общем-то, не стоит использовать как из пушки Power BI. Несмотря на то, что, конечно, технически это возможно. Основные, значит, вещи, которыми обладает Intel TBB на текущий момент. Сейчас, во-первых, это открытый проект, то есть его исходники можно скачать, посмотреть, поучаствовать в его разработке. Вот. В разработке действительно участвует именно OpenSource общество, не то чтобы слишком активно, но участвует. Для OpenSource проектов его можно использовать бесплатно, но, правда, все-таки для коммерческих целей придется что-то там платить. Тем не менее, поскольку особых альтернатив на C++ данной библиотеки нет, то мы изучаем именно ее. Что же входит у нас в Intel TBB версия 4.0, которая так давно и появилась? Во-первых, это большой набор уже реализованных параллельных алгоритмов. Алгоритмы, начиная от стандартных, типа ParallelFor, ParallelReduce, ParallelDo, ParallelScan, что они делают? Это некий параллельный проход по контейнеру и выполнение каких-то операций. Отличаются эти операции тем, что в одном случае одной функции мы проходим по фиксированному контейнеру, в другом случае мы можем проходить по контейнеру, который в реалтайм растет или наоборот, размер которого меняется в реальном времени. Кроме уже реализованных параллельных алгоритмов, как любая уважающая себя библиотека, реализованы все известные виды примитивого синхронизации. На них мы останавливаться подробно не будем, поскольку все их вы уже знаете и принципиально ничем не отличаются. Значит, вот как вы видите, классический mutex, экскурсивный, спин быстрый. Есть небольшое отличие, вот это вот QN mutex. Это mutex с гарантированной поддержкой очередности предоставления ресурса. Несмотря на то, что некоторые стандарты гарантируют, что их mutex, скорее всего, будет предоставлять ресурс тому, кто захватил его первый по очереди, то вот этот mutex гарантированно будет это делать. То же самое для mutex-очитателей и писателей. Что касается concurrent containers. Собственно, наверное, одна из наиболее мощных вещей, которые предоставляют сейчас библиотеки такого уровня на разных языках программирования. Это потокобезопасные контейнеры, значит, такие как ассоциативные concurrent hash map и последовательные, ну, наиболее, наверное, часто используемые, как concurrent vector и concurrent priority queue. Возможно, для однопоточного программирования, когда ваша программа исполняется последовательно, эти контейнеры будут проигрывать в производительности стандартам STL-овским. И то не факт. Допустим, пару лет назад, вот во время тестирования, concurrent vector обогнал STL-вектор на обычных операциях вставки удаления. Но тут, опять же, в принципе, гарантии такой нет, но он потокобезопасный, и вряд ли, значит, вы так сходу реализуете потокобезопасный STL-вектор или его аналог, нежели использовать concurrent vector. Более подробно мы сейчас остановимся на так называемый threat local storage. Мы, значит, во-первых, уясним. Кто-нибудь знает, что такое threat local storage? Хорошо. Что же это такое? Вспомним, какая у нас есть концептуальная проблема многопоточного программирования параллельного. Это программирование над общей памятью, да? У нас есть, значит, RAM, в котором хранятся куча переменных, которым мы должны ассоциировать примитивы синхронизации для того, чтобы обеспечивать синхронный доступ. Хотелось бы иметь, если не полностью общее решение, типа software transaction memory, то хотя бы частное решение, которое бы нам сказала или позволило сказать компилятору из среди исполнения, что вот эта переменная, она разделяется между потоками, и я вот не хочу заморачиваться с примитивами синхронизации, вот сделай, пожалуйста, так, чтобы она была потокобезопасной. Как раз-таки такое средство есть, и оно называется вот TLS, threat local storage. Поддерживается оно не всеми компиляторами, но практически во всех современных языках и их реализациях такая вещь есть, значит. Что это такое? Значит, давайте не очень сложный пример. Допустим, у меня есть задача реализовать свой stack trace. stack на C++. Я реализую функцию, которая мне возвращает объект типа stack. Указатель или объект, не так важно. Хорошо, не буду зелено писать. Дубль 2. У нас есть функция, значит, которая возвращает stack. При этом, как вы помните, stack, он для каждого потока свой. Как бы я мог ее реализовать, значит, для того, чтобы где-нибудь в коде, допустим, в коде каждой функции создавать какой-нибудь объект, который добавляет строчку исполнения в какой-то контейнер, а по завершении этой функции удаляя строчку из этого контейнера. То есть фактически реализовать соус-совственный stack. Это C++. Что я могу сделать? Я могу сделать следующую вещь. Реализовать ее так. Объявить переменную stack, звездочка, и красным видно будет, если я буду писать? Красным видно? Хорошо. Объявляю где-нибудь примитив в синхронизации. Объявляю контейнер статический в своей функции. Который будет нести такую нагрузку. Это будет контейнер соответствия номера потока и объекта stack. То есть мэп номер потока и stack для этого потока. Что я делаю? Значит, что я делаю? Как бы это покрасивее написать. Ну, допустим. Если... 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 Статическая переменная, значит... Хотя статическая, да? Статическая, да? Так, статическая, статическая ли она? Пусть будет не статическая, просто, значит, переменная. То есть смысл в чем? Есть мэп номер потока stack. Я должен заразить указатель на этот stack. Если я вижу, и у меня объект стека еще не инсталлизирован, пусть она будет пока статической все-таки, тогда я захватываю примитив синхронизации и присваиваю фактически вот этому объекту адрес нового созданного элемента в мэпе. Понятно? Не очень понятно. Непонятно, не не очень понятно, значит, нет. Этого будет работать. Почему? Куда это он перенесет? Он же как дерево реализован красно-черное. Ну, то есть там объект на конец, он потом перемещается? Нет. Он по памяти не перемещается. Не будем, значит, сейчас обсуждать, хорошая техника программирования или нет. Я использовал известные структуры данных, значит, map, да? Номер потока, stack. Если объект инициализирован, не инициализирован, тогда я захватываю примитив синхронизации, его инициализирую и возвращаю тому потоку, который у меня что-то спросил. Да. То есть фактически, когда в зависимости от того, какой у меня сюда поток придет, значит, тот объект я и верну. При этом, где у меня узкое место? Узкое место у меня вот здесь. Узкое место у меня в том, что я вынужден использовать свой собственный примитив синхронизации. Для чего я его должен использовать? Для того, чтобы потоку безопасно изменять вот эту переменную. Если я сделаю вот такую штуку, значит, все стираю. Возвращаюсь к jouer. То это решит все мои проблемы. Теперь что же решит мои проблемы? Проблемы мои решит ключевое слово thread, которое скажет компилятору о том, что я хочу выделять конкретную переменную, которую я потом объявляю, в области памяти, которая будет различна для разных потоков. То есть фактически компилятор реализует механизм, когда на этапе исполнения, значит, при заходе в эту функцию, если сюда зайдет первый поток, ему будет возвращена переменная из одной области памяти, если сюда зайдет второй поток, ему будет возвращена переменная из другой области памяти. Технически можно считать, что это реализуется примерно так же, может быть реализовано, как механизм работы виртуальных функций в C++. То есть каждый поток, каждый класс у нас хранит указатель на таблице виртуальных функций, в простом случае, один указатель. Точно так же у нас каждый поток на этапе исполнения хранит указатель на таблицу, которая является, значит, таблицей соответствия переменной адрес памяти, переменной адрес памяти. При этом у каждого потока есть, значит, своя копия этой таблицы, поэтому когда потоки даже считывают из этой таблицы значение адреса памяти, по которой находится переменная, объявленная как TLS thread local storage, не происходит синхронизации при чтении, понятно, да? Потому как все TLS-переменные мы объявляем фактически вот таким образом специальным ключевым словом. Но стоит отметить, что не все компиляторы GCC поддерживают такое объявление. Это синдексы, кстати говоря, GCC. У Visual Studio немножко другой синдексис. У еще других, значит, компиляторов может быть третий синдексис. Поэтому вещь так себе переносимая между компиляторами, но имеющаяся. То есть каждый компилятор сейчас все-таки стремится реализовать нечто подобное. Чтобы это проверить, даже иногда пишут вот такие строки, значит, и делают двойную реализацию. Если, по-моему, пишется GLEEP CXX TLS SUPPORT. Ну и как обычно, вот, значит, мясо из FNDF, да? Ну, в данном случае он один. GLEEP CXX TLS SUPPORT. По-моему, такой. Значит, тогда вот одна строчка. Если не SUPPORT, ну, тогда, значит, по-честному реализуем контейнер, значит, для каждого потока. Вот. Такая штука есть. Значит, о ней полезно знать и, в общем-то, ей достаточно часто пользуются. Наиболее, наверное, простые примеры ее использования. Это, во-первых, реализация слои stack trace of C++. Ну, это такой наведенный пример для конкретного языка. Допустим, LOG, да? Если мы хотим разделять LOG так же, как и stack для каждого потока, возник у нас такая задача, то мы также можем делать фактически каждый LOG на LOG, в смысле, не LOG, а LOG, журнал. Значит, можем делать журнал на каждый поток, используя TLS. TLS есть в куче языков. Допустим, в Java переменные thread local storage можно объявлять с помощью вот такого дженерика. Дженерик называется thread local. И, соответственно, параметром инстанцирования у него может быть, допустим, integer. Ну, равно new thread local integer, понятно. Таким образом мы получаем переменную целочисленного типа, которая будет храниться в разных областях памяти для разных потоков. При этом нам совершенно не нужно ее синхронизировать. Но тут важно понимать, что мне именно не нужно ее синхронизировать между потоками. То есть она не является разделяемой между потоками. Это я не решаю задачу вот эту общую, что мне нужно растаскивать читателей и писателей с помощью синхронизации. Я решаю только структурную проблему, потому что если у меня есть какая-то логика, и я хочу, чтобы она вызывалась из нескольких потоков, и у меня есть куча независимых переменных между потоками независимых, то я могу использовать TLS для локального хранения этих переменных. Понятно? Если именно между потоками их не надо синхронизировать, да? К статикам это относится, да. Это относится фактически к переменным, которые находятся не на стеке. Сейчас подумаем. Реализация вот этих TLS это фактически тоже адрес в куче. Да. В куче, в куче. Значит, поскольку фактически у вас объект в куче, это будет адрес обычный, да, это простой тип, то тоже подойдет. То есть для обычного указателя, pointer. Тут 4 байта TLS. Да, равно new. Действительно. Более того, если некими хитрыми механизмами вы узнаете адрес, значит, или случайно сместитесь по адресу, ну, простасу вашей программы сюда, вам тоже, в общем, никто не запретит, значит, изменить эту переменную. Но TLS будет распространен не на ту кучу, которую вы создали, а он будет распространен вот на тот указатель, адрес, в котором запомнен. То есть именно вот на P-звездочка, а не на память, которая там. Еще вопросы по TLS есть? Это да, это C-стэк, это вот этот стэк. Можно без C. Вот. Значит, а TLS кто-нибудь знал вот до этого дела? Вот, кто-то знал. Хорошо. Зачем выделен здесь TLS? Значит, не будем глубоко вдаваться в подробности. Если вот в частности неплохо использовать Intel TBB, поскольку она реализована на разных платформах, да, соответственно, кроссплатформенная библиотека, то мы имеем возможность не заморачиваться на разные опции компилятора и использовать TBB в едином синтаксисе. Так, с TLS все. Еще достаточно важная вещь, которую предоставляет нам Intel TBB, это аллокаторы памяти. Кто-нибудь писал аллокатор памяти контейнера из Телевского? Ну, тогда напомню, что, значит, допустим, четвертым, да, четвертым, четвертым шаблонным параметром мэпа STL-евского является как раз таки аллокатор. Большинство, видимо, из вас не задумывались о том, чтобы его как-то переопределять, значит, и тем более оптимизировать. За что отвечает аллокатор? Логично, что аллокатор отвечает за выделение памяти для новых элементов контейнера, да. И каким образом он может быть реализован? Да любым, в общем-то, начиная от тривиального new на каждый элемент, заканчивая, возможно, немножко оптимизированным каким-то механизмом, когда мы имеем какой-то пул памяти, из него вытаскиваем чуть быстрее. Значит, это нам сейчас не важно. Нам сейчас важно вот что. Как вы думаете, где в аллокаторе памяти будет bottleneck, вот так называемое бутылочное горлышко в многопоточном приложении, которое использует разделяемый контейнер для того, чтобы создавать и читать из него элементы? Поиск свободного места, где свободное место? А, область, я понял, значит, мысль, хорошо. Допустим, у нас такой дупой аллокатор, который просто пользуется системными функциями для выделения памяти. Да, собственно, правильно. Логично, что если мы будем вызывать оператора new из разных потоков, то он у нас работает потокобезопасно, потому что функция выделения памяти у нас в операционной системе, в принципе, опять же, обеспечивает нам потокобезопасность. Это как раз таки является узким местом. Значит, различные вот TBB-аллокаторы есть для контейнеров, и решают они эту проблему следующим образом. Вообще решают они две проблемы. Одна из них как раз таки вот та, о которой мы догадались. Это не сильно производительное выделение памяти, если множество потоков делают операции вставки, допустим, в map. Как реализованы аллокаторы? Фактически можно считать, что заранее запрашиваем некоторую область памяти. Если мы выполняем оператор вставки в map, то как и любая функция, оператор вставки может понять, какой поток выполнил эту операцию. Значит, и память будет выделяться именно из пула для этого потока. То есть, когда мы входим в функцию выделения памяти под новый, значит, новый элемент, аллокатор смотрит, о, этот поток у меня уже когда-то выделял элемент, и я для него запросил больше памяти, чем на один элемент. Дешевле один раз просить больше, чем несколько раз маленькими порциями. Он идет, ищет, значит, в своем контейнере, внутреннем менеджере памяти уже выделенный кэш, и независимо от других потоков, которые тоже могут в это время просить выделения памяти, да, для выделения новых элементов, он не синхронизируется и не блокирует другие пулы памяти для того, чтобы выделить память конкретному потоку. Это понятно? Хорошо. Вот. Это простая оптимизация, которую могут делать аллокаторы памяти. На самом деле по производительности контейнеры очень сильно завязаны именно на эту оптимизацию. Как вы знаете, работа с памятью достаточно дорогая операция, поэтому если эффективно реализовать аллокаторы в контейнерах, которые используются активно на чтение запись, это очень и очень большой прирост производительности вашего приложения. Есть еще одна вещь, которую решают, значит, аллокаторы памяти. Такие кэш-лайн аллокаторы, значит, которые, в частности, пытаются решать проблему промашек по кэшам первого и второго уровня процессора, когда у нас идет работа с нашими контейнерами. Мы сейчас не будем прям глубоко, значит, изучать структуру кэша и процессора, как это там все работает. Поскольку это все-таки не курс параллельного программирования, а все-таки курс операционных систем, наверное, больше, да, и организации ВМ, я надеюсь, что у вас он будет в ваших университетах. Поверим, что есть аллокаторы, которые направлены на оптимизацию, минимизации промашек по кэшу при работе с контейнером. Понятно? Хорошо. Промашки по кэшу. Ну, допустим, два простых примера. У меня есть массив x двухмерный. Тысяча на тысяча элементов. Массив int of. И мне нужно... Он заполнен числами. Мне нужно сделать простую операцию. Каждый элемент умножить на 2. Как это я могу сделать? Я могу написать цикл for и пройти, значит, size t r, там row равно нулю, row меньше тысячи, там row плюс-плюс. И, соответственно, в двойной вложенности то же самое, только по колонкам. Ну, я не буду дальше писать. Понятно, да? И у меня элемент будет такой. Row call умножить равно 2. Каждый элемент умножил на 2. Все хорошо. Но вот посмотрите, каким образом я ходил по своему массиву. Массив достаточно большой. В памяти он расположен последовательно. То есть расположен в памяти он вот следующим образом. Шух. Как бы так. Шух. Шух. Вот такая длинная-длинная-длинная строка, по которой мы ходим. Смысл в чем? Если мы будем ходить сначала по строкам, то есть, так как я показал, да, первая строка и ходим по столбцам. То есть совпадая с его расположением в памяти. Потому что плоское расположение в памяти у него такое. И мы так и ходим в этом массиве, который я показал. У нас будет оптимальное использование каши процессора, поскольку фактически мы будем на каждый следующий элемент переходить. да, поскольку у меня int, значит, вот не будем опять же углубляться вот там в оптимизации, которая там происходит, да, но фактически кэш процессора не будет инвалидироваться. Как он будет инвалидироваться в случае, если заменю здесь слово, соответственно, call, а здесь row. Если я буду ходить сначала по колонкам, а потом по строкам, то я буду ходить, значит, неестественным образом, как расположен этот контейнер в памяти. Я буду ходить вот таким образом, значит, да, что не есть хорошо. Совсем просто. Значит, если я хожу по области памяти с непредсказуемыми скачками, да, это более дорого, чем я когда хожу по ней последовательно. Если я пойду вот отсюда, вот сюда, не будет последовательно. Главное, чтобы там уже куча оптимизации, есть там предугадывание, да, следующего элемента. У нас на самом деле будет некоторая часть лекции посвящена именно оптимизации в компиляторах, которые, то есть мы потом узнаем, что такое предвычисление, вычисление ветвей, мы узнаем, что быстрее процессору вычислить обе ветви условного оператора, а потом, когда он до него дойдет, выбрать нужный результат, нежели когда он до него дойдет, вычислить то, что нам реально было нужно. Ну и что же вычислений больше, зато быстрее в среднем. Вот. На пальцах понятно, что такое промашка покажу? Хорошо. Поэтому, на самом деле, вот если реализовать алгоритм перемножения матриц, то как раз таки производительность может бесплатно получить достаточно неплохую, то есть прирост производительности. Если неестественно ходить, как мы привыкли, да, вот перемножать матрицы вот таким образом, а если сделать алгоритм немножко модифицировать, он будет ни разу не естественно выглядеть, но работать быстрее. Если мы будем ходить вот так вот последовательно по строчкам в обоих матрицах. Так, поехали. Все, хватит про локаторы. Что нужно понимать? Значит, когда мы начинали изучать параллельное программирование, у нас было два основных способа распараллеливания программ. Первый – это распараллеливание по управлению. Мы говорили, что это более сложно, да, это мы выделяем какие-то отдельные задачи и выполняем их в отдельных потоках. И второй способ – это распараллеливание по данным, да, когда мы выделяем именно одинаковые объемы данных и выполняем разные объемы, разные данные, над которыми выполняем одинаковые операции. Так вот, Intel TBB предназначен для программирования именно в терминах задачи. И даже когда мы будем работать и применять параллельный цикл, parallel for, что будет являться фактически аналогом прагма ОМП, parallel for, то даже тут на самом деле внутри вызова этой функции, вот этой функции, да, внутри вызова функции parallel for будут на самом деле неявно создаваться задачи, которые будут перекидываться планировщику Intel TBB и потом он уже будет решать, на каких ядрах выполняются потоки. Планировщик TBB – это плавноценный фактически планировщик потоков внутри вашей программы. Когда вы создаете кучу задач, значит, он создает по одному потоку на вычислительное ядро и уже между этими потоками реальными, такими горячими потоками распределяются ваши задачи. При этом, как раз таки, если говорить о parallel for, то, как вы понимаете, мы можем распараллили цикл, где какому-то ядру просто не останется работы. То есть, допустим, у нас реализовано адаптивное численное интегрирование, когда мы, если функция более кривая, мы разбиваем все это дело на большую частоту элементов и интегрируем более точно. Если функция более пологая, вычисляем производную, тогда на более большие промежутки бьем и вычисление происходит быстрее, физически быстрее. При этом, при тупом распараллиливании у нас часть потоков отработает так, что фактически не будут задействованы какие-то вычислительные ресурсы. Так вот, в случае Intel TBB, значит, разбиение вот на эти подзадачи, даже после того, как часть потоков, которые изначально были запланированы на исполнение и часть задач, которые изначально были запланированы на исполнение одним потоком. Вот, допустим, у меня четырехъядерная система, значит, и у меня было запланировано изначально вот так вот по три задачи на каждый поток в планировщике. Так получилось, что у меня достаточно быстро вот это ядро выполнило все свои задачи. Так вот, простаивания в данном случае не будет. Intel TBB в данном случае как раз таки использует, что называется, work stealing, это кража работы, значит, когда, значит, часть задач будет взята тем потоком, который неактивен, из тех очередей, которые еще полны. Понятно? Поэтому даже если вы не сильно эффективно, значит, распараллелите ваш цикл, все равно планировщик Intel TBB сделает все достаточно оптимально с этой точки зрения. Значит, вот тут как раз таки мы видим всю прелесть Parallel for, значит, Intel TBB. Видим мы ее в каком плане? Значит, синдексис вызова параллельной, значит, функции достаточно просто. Мы передаем функцию Parallel for. Давайте вот сюда все-таки посмотрим на эту вторую ее часть. Итератор на первый элемент, итератор на второй элемент, то есть начало-конец. Передаем туда, допустим, значение по умолчанию, как разбивать этот интервал. Есть возможность влиять на то, как Intel TBB попробовать разбивать ваш интервал итерирования, но для нас сейчас это не сильно важно. И передаем некоторую функцию, которую нам и применять над этим интервалом. То есть, допустим, как раз таки численное интегрирование. Поскольку Intel TBB, значит, поддерживает стандарт лямбда-выражения C++1x, значит, то вот не очень на самом деле понятно почему, но следующие слайды в большей части будут использовать именно синтаксически его. Я не думаю, что все, значит, будут хорошо воспринимать стандарты лямбда-выражений, поэтому я постараюсь, значит, пояснять, как уж могу то, что там будет происходить. Итак, еще раз. Parallel for — это функция, которая предназначена для того, чтобы параллельно обработать какой-то массив с помощью какой-то функции. Мы туда передаем два итератора на начало-конец и, собственно, функцию, которую мы хотим применить к всему этому делу. Здесь пока не будем, значит, работать. Это тоже пока, значит, оставим за кадром. Последовательная версия, допустим, опять же, перемножение каждого элемента массива на два. Значит, у нас есть некоторая функция, которая проходит по массиву размерности, значит, и его изменяет. Как это будет выглядеть в параллельном виде? Вот чувствуете, вот такая длина кода, да? Вот такая длина кода, значит. Это функция именно параллельного изменения массива. Значит, для тех, кто не… Вот давайте так определимся. Вот C++ у вас был. У кого были лямбдовые выражения? Именно C++, не в функциональном языке. Хорошо. Хорошо. Будет проще тогда так, значит. Вот у нас есть функция параллель for. Значит, упомяну тогда, что лямбдовые выражения в C++ фактически созданы для того, чтобы создавать безымянные функторы прямо в месте подстановки честного функтора. Параллель for. Мы сюда передаем некий объект, блокed range. Это объект Intel TBB. Говорим, что у нас мы хотим итерировать по типу, целочисленному типу от 0 до m. То есть фактически по размеру нашего массива. То, что такое ideal grain science, мы пока не видим. Значит, это некий магический, значит, магическая константа, которая говорит, насколько оптимально Intel TBB должен разбивать этот массив внутри у себя. После вот этой запятой начинается лямбдовыражение, которое будет говорить о том, что нам нужно сделать с этим массивом. Вот не смотреть слева от этой скобочки, значит, не распарсивать, что там написано. Значит, нас интересуют вот эти две строки. Пока представим, что это просто тело функтора, то есть тело оператора скобочки, куда передан вот такой тип данных. const block range size t ссылочка. Ссылка на block range на самом деле это что? Это просто единый объект, который представляет собой интервал. Начало и конец. Поэтому внутри функтора мы пробегаемся от начала до конца и выполняем то, что нам нужно делать. Значит, фактически вот эта функция будет выполнена в каждом из потоков, который будет создан планировщиком Intel TBB, который разобьет вот этот наш диапазон данных на какие-то свои кусочки. Заметьте, кстати говоря, достаточно очевидный, но немаловажный плюс. Мы вызываем функцию функтора один раз для целого поддиапазона. То есть мы, как делают некоторые другие средства, не каждый раз делаем вызов функции. Допустим, мы хотим от первого до десятого элемента обработать в одном потоке, от десятого до десятого в другом потоке. Можно было бы как сделать? Первый элемент, второй элемент, третий элемент и передавать их прямо вот в функции. При этом здесь мы проходим от начала до конца, значит, массива в одном фунтере. То есть сразу сюда передаем тот диапазон, который должен быть обработан в рамках данного потока. Фактически вот это одна задача. Когда мы будем сегодня дальше говорить об LTPB, о нем мы будем говорить не так уж и долго, значит, мы нигде не увидим такого явного термина потока. Нам важно правильно уметь создавать задачи и отдавать их на исполнение. То есть фактически сейчас мы сказали, мы хотим параллельно выполнить операцию умножения на 2 над вот таким массивом, который нам передали. Понятно? Реально, значит, LTPB по вызову этой функции создаст некоторое число задач, создаст некоторое число потоков у себя внутри, значит, которое не будет никак, скорее всего, соответствует нашему числу задач. Сформирует вот такую очередь, да? И в процессе исполнения задач на потоках реальных уже будет выполнять балансировку нагрузки в зависимости от скорости съедания потоками реальных задач. Понятно? Сила в чем? Вот сколько бы мы таких параллельных вещей не сделали, насколько бы сложной у нас программы не была, у нас планировщик всего один. Даже если мы используем не настолько простые вещи, как Parallel for, а даже более сложные вещи, о которых мы сейчас поговорим, мы все равно не получаем никакой борьбы за производительность и за наши вот вычислительные ресурсы. Потому что планировщик знает, у него там тысяча задач, и он их должен сделать вот на таких вычислительных гидрах. При этом планировщик на самом деле тоже достаточно умный. Значит, планирование идет по достаточно таким замысловатым алгоритмам, в частности. Если мы разбиваем какие-то массивы вот таким образом, как показано вот на этом рисунке, то теоретически как бы мог действовать планировщик? Первый поток, значит, мы разбиваем наш массив на два, значит, разбили. Один поток, в котором произошло первое разбиение, реально, в планировщике, будет выполнять левую задачу. Правая задача будет, значит, выложена в пул задач. Следующий поток, он еще раз, значит, рекурсивно начал разбивать до некого, так называемого, грайн-сайза, размера гранулированности параллелизма. Разбил все это дело, начал выполнять. При этом планировщик может учитывать, в частности, расположение данных и близость этого расположения данных. То есть, несмотря на то, что вот эта задача могла появиться раньше, чем эта, ну что логично, да, мы раньше разбили этот диапазон, чем этот, но более эффективно может быть взять и выполнить сначала вот эту задачу в рамках этого потока, нежели взять и честно по очереди выполнить эту задачу. Почему? Потому что, скорее всего, на более низком уровне разбиения задач данные, над которыми будут работать вот эти потоки, будут находиться более близко в памяти, нежели данные вот этой и вот этой задачи. Представьте, допустим, сортировку мы делаем, разбили пополам, значит, справа у нас данные в одной области памяти, слева в другой области памяти. Здесь данные ближе, чем здесь, понятно? Хорошо. Так, значит, здесь мы не будем особо останавливаться, вот. Еще более страшный пример, значит, фактически это тот же самый умножение на 2, да, только в его развернутом виде. То есть, обобщенное программирование как раз таки то, что мы должны были написать честно для того, чтобы реализовать все это дело без лямбдовыражений. То есть, вот, значит, эти строки, возможно, конечно, короткие, значит, но я думаю, сейчас не сильно понятны, возможно. Эти строки, конечно, более длинны, но зато более привычны. То есть, точно так же, как в STL, мы реализуем некий функтор, вот void operator, скобочки, в которой передаем, как я и обещал, ссылку на тот диапазон данных, по которому должна итерировать данная задача. Делает свое дело, умножает на 2 каждый элемент и все. Значит, вызов точно такой же. Создание blocked range, начало-конец и создание функтора. То есть, чувствуете, да, вызов точно такой же, как будто мы используем какую-то STL функцию, какой-то STL-овский алгоритм, STL-овскую сортировку, STL-овский, там, for each и так далее. Понятно? Хорошо. Вот, в частности, из-за этого синтаксиса TBB называют как раз-таки STL параллельного программирования. Вот, значит, здесь мы пока ничего не будем смотреть. Теперь, значит, в следующих, наверное, 5-6 слайдах будет примерно показано как раз-таки механизм, которым будет пользоваться планировщик TBB, когда будет делать алгоритм параллельной сортировки. Параллел-сорт – это как раз-таки быстрая сортировка, которая уже реализована в Intel TBB. Туда передается просто диапазон начала и конца, и он изменяет сами элементы в том контейнере, который ему передали. На что я хочу обратить внимание? Значит, вот у нас произошло первое разбиение. Допустим, у нас всего 4 потока. Наверное, не очень хорошо видно, но вот там, где загорелось Thread 1, справа еще есть 3, 2 и 4. Значит, первое разбиение, и первый поток поехал дальше. Второй поток взял правую часть. Значит, в левом потоке произошло еще одно разбиение, в правой части произошло разбиение. Так это дело все разбивается-разбивается. Значит, вот разбилось. Разбилось-разбилось. Не так важно, как оно там дальше разбилось. Есть такие моменты, когда первый поток, который изначально, если помните слайд с деревом, дошел до самого конца уровня иерархии, значит, и уже сделал последнюю работу, которую должен был. Все, он ее сделал, и как раз таки он будет обрабатывать задание, значит, украдывая его фактически у третьего потока, который находится ближе к нему. Ближе к нему и обрабатывает, опять же, данные, которые были ближе к нему изначально. Вопросы вот потому, что я до этого рассказывал, есть? Хорошо. А фактически вот можно сказать по той же причине, что и переключение контектов процесса быстрее, потоков быстрее, чем переключение контектов процесса. То есть данные, которые обрабатываются в более близких областях памяти, они, скорее всего, будут обрабатываться быстрее из того предположения, что кэш не будет инвалидироваться. Вот все. Основная причина такая. Мы можем использовать Intel TBB для программирования не только в терминах каких-то параллельных алгоритмов, которые применяем из библиотеки в качестве parallel for, parallel reuse, parallel do. Значит, чем, кстати говоря, отличаются? Parallel for — просто выполнение некоторой операции над массивом. Parallel do — то же самое, только с возможностью добавления элементов прямо во время выполнения этих операций. Parallel reduce — это, опять же, то же самое, только с возможностью делать редукцию по данным, о которой мы говорили в прошлый раз, вот OpenMP. Можно было написать там плюсик двоеточие S. То есть тогда бы у нас суммировались, значит, все, что накопилось в переменной S каждого из потоков. Точно так же здесь мы можем задать функцию редукции по данным. Единственное, что здесь нам нужно будет не написать плюсик двоеточие S, как в OpenMP, а здесь нам нужно будет реализовать функцию у функтора, которая будет как раз-таки выполнять сливание задач. Вот. В этом, на самом деле, все отличие. Значит, что еще можно сказать? Мы можем программировать на Intel TBB в терминах задач. В терминах задач, то есть того нативного объекта, с которым работает эта библиотека. Наследуемся от задачи и реализовываем виртуальную функцию execute. После этого, значит, мы что получаем? Если у нас задача естественным образом является древесной, да, а какие есть задачи? Есть задачи матричной структуры, которые хорошо ложатся на структуру данных матрицы. Есть задачи, множество задач, которые ложатся именно на метафору дерева. В частности, практически, наверное, все рекурсивные задачи лучше ложатся на дерево, потому что у нас есть какая-то точка бифуркации, из которой есть куча вариантов, потом точки, из которых опять есть куча вариантов. Мы получаем такое большое дерево задач, которые должны обрабатывать. Для этого как раз-таки очень хорошо подходит идеология задач Intel TBB. Задачи здесь могут создавать свои подзадачи, те могут создавать свои подзадачи. Можно ожидать, значит, подзадач более нижнего уровня для того, чтобы наша задача завершилась. Можно не ждать. Причем, если мы будем ждать нашего в конце создания задач, выполнения тех задач, которые мы создали до этого, то это не значит, что мы будем есть ресурсы планировщика и есть вычислительные ресурсы процессора. Мы просто заснем, а когда, значит, задачи выполнятся, нас разбудят. При этом мы фактически вот создаем дерево задач, которые планировщик преобразовывает в очереди, которые отдаются на исполнение реальным потоком, значит, и уже, значит, дело планировщика в каком порядке он их там выполнит. Ясно? Хорошо. Значит, резюме вот из всего этого, значит, кода. TBB намного более естественным образом позволяет реализовать параллельную рекурсию и рекурсивные задачи, нежели другие средства параллельного программирования на C++. В частности, много легче реализовать рекурсию и рекурсивные задачи на TBB более производительно, нежели на OpenMP. Тем не менее, как вы видели, значит, для того, чтобы распараллели цикл for, нам пришлось написать funter, написать, значит, вызов parallel for в терминах STL, и надо всем этим создался еще планировщик. То есть тут, конечно, возможно, синдоксически выиграл бы OpenMP, если бы мы написали pragmmp parallel for, и больше нам ничего не надо было бы. Понятно, да? Так, о контейнерах, в общем-то, больше говорить не будем. Значит, давайте я помахаю руками, надеюсь, что я смогу это нормально объяснить. По поводу такой штуки, как пайплайны и флоу-графы. Зайдем издалека. Есть такая парадигма программирования, называется MapReduce, которая фактически является, значит, аналогом for join parallelism. У нас есть какая-то задача, мы делаем, значит, Map, то есть разбиваем ее на подзадачи, выполняем параллельно, делаем редукцию какую-то после этого и получаем результат. Есть много фреймворков, значит, даже вот Qt в библиотеке графики, там есть своя реализация MapReduce задач, где ее только нет. Значит, реализации куча, достаточно эффективно и можно пользоваться. Значит, есть более сложные случаи, когда мы хотим привнести параллелизм не только на уровне обработки данных, но на уровне архитектуры приложения в принципе. Допустим, мы, значит, как программисты знаем, что у нас в нашем приложении есть 100 операций загрузки из файлов, да? У нас есть там 1000 операций обработки запросов из BD. Еще сколько-нибудь там запросов на сервер приложений, у нас еще крутится веб-сервер, который мы реализовываем, должны иметь пул потоков, которые должны выделяться нашим клиентам. Потом у нас есть какие-нибудь ужасные данные от какого-нибудь андроинного коллайдера, которые мы должны обрабатывать именно в терминах fork-join параллелизма, разбивая их и получая какой-то результат. Вот достаточно сложное архитектурное приложение, да? Возможно, и не одно, да? Ну, сейчас мы будем представлять, что мы это все в одном реализовываем. Для того, чтобы объединить вот такие вещи и не сильно задумываться над тем, в какой последовательности оптимально их выполнять, есть вот такая, я уж не знаю, парадигма, не парадигма. Два способа представления таких структур, как пайплайны и вот то, что на слайде написано, flow graph. Потоковые графы. Не будем сейчас вдаваться вот в том, как работать с пайплайнами и потоковыми графами, потом поймем, зачем они нужны. Пайплайн позволяет создать некий поток обработки данных от начала до конца. Что это значит? Это значит, что мы можем создать в терминах Intel TBB, называется фильтры, несколько фильтров данных и сказать, что вот этот фильтр у меня последовательный. Допустим, считывание из файла у меня вот, допустим, последовательное, да? Несколько параллельных фильтров обработки одних и тех же данных, несколько снова последовательных фильтров и забить их в один и тот же, в один пайплайн. Фактически там пайплайн, пушбэк, такой-то фильтр, пушбэк, другой фильтр. И они должны по терминологии пайплайна, значит, последовательно применяться к данным, которые, значит, каким-то образом там получаются. Какой плюс? У нас есть пайплайн, который предоставляет логику обработки какого-то набора данных от начала до конца. Планировщик задач Intel TBB, если параллельно работают несколько пайплайнов в нашей программе, да? Допустим, мы создали пайплайн для обработки файлов, создали пайплайн для обработки запросов SBD. Причем все это дело там сказали куча параллельных фильтров, там куча, значит, последовательных фильтров. Передали их на исполнение. Они у нас не подерутся. Планировщик один. Мы фактически дали на исполнение инструкцию по обработке одного набора данных и инструкцию по обработке другого набора данных. Флоу-граф. Флоу-граф это еще более, значит, абстрактная вещь в этом плане, которая позволяет строить из программы, я вот не знаю, сколько удачной будет аналогия, сейчас скажете, примерно то же самое, что можно построить с помощью бипл из WSDL. Или вот не очень хорошая аналогия? Наверное, не очень хорошая аналогия. Хорошо. Ладно, плохая аналогия. Давайте по-другому. Значит, вот в пайплайне у меня последовательное исполнение моей программы через применение фильтров. Я говорю последовательный фильтр, параллельный фильтр, последовательный, параллельный. Здесь я фактически строю ту же самую инструкцию обработки каких-то данных в терминах графа. Я строю граф, в котором у меня есть достаточно сложные элементы, такие как, значит, ожидание, барьеры, распараллеливание, значит, где тут оно у меня, вот, сплит мод, применение каких-то функций, буферизация, да, буферизация тоже на самом деле очень полезная вещь. Фактически, ну, давайте пофантазируйте, как, зачем она может быть нужна. Допустим, у нас есть файл, и по природе мы его должны обрабатывать последовательно, да, поскольку вот вывод последовательный. Но если мы между файлом и каким-то алгоритмом, который работает параллельно, строим буфер и говорим, что вот у меня такой граф на исполнение, то вообще говоря, мы по появлению какого-то количества данных в буфере можем уже параллельно начать их обрабатывать, пока они еще туда дописываются. И опять же, нам не нужно задумываться о том, насколько там все это дело вот эффективно реализовано. То есть мы фактически передаем Intel TBB вот такой граф выполнения нашей программы обработки каких-то данных на исполнение. А уже сама платформа, сам фреймворк решает, насколько параллельно, значит, игру нулярно использовать там параллелизм вот в этом участке этого графа. Не подерется ли он, значит, с другим участком графа, да? Вот понятно, да? Надеюсь. Надо пояснять вот предыдущую аналогию или… Не надо пояснять. Ну, хорошо. Вот, значит, чтобы не забивать себе голову, мы не будем, значит, эти самые flow graph и синтаксис никак сейчас вообще не рассматривать. На самом деле это достаточно высокоуровневая и нельзя сказать, чтобы простая вещь параллельного программирования. Но знать, что вы в достаточно большом приложении можете положиться на планировщик, который исполнит достаточно сложный набор инструкций, который связан вот графом в один клубок – это достаточно хорошая вещь. Чувствуете, да? Вы не думаете о синхронизации, вы не думаете о том, насколько потока все это дело распараллелить, вы не думаете о том, что будет у вас параллельно исполнено, что последовательно, да? Вам нужно просто сказать, что вот, значит, у меня есть буфер потокобезопасный, значит, естественно, я из него читаю такие-то данные, я могу обработать это параллельно, и это все будет сделано. Хорошо. Так. Последнее, значит, что я буду говорить об Intel TBB – это наличие атомиков. Так же, как в Java Tool Concurrent Intel TBB поддерживает атомики. Значит, мы уже знаем, что это такое. В отличие от Java, где на каждый примитивный тип данных есть отдельный класс – atomic integer, atomic boolean, значит, здесь atomic – это шаблонный класс, который в качестве параметра инстанцирования принимает, допустим, простой тип данных. Как вы понимаете, значит, реализация у него сродни синтаксису атомиков Java. То есть у нас есть функции не просто добавить, а извлечь и добавить, и возвратить результат добавления. Причем, естественно, что возврат результата никогда не вернет нам ссылку на данные, которые мы можем использовать как-то несинхронно. Вот. Атомики полезно использовать. Вопросы по Intel TBB есть? Хорошо. Все, на этом слайды закончились. Переходим на доску. Intel TBB – это закрытый фреймворк с точки зрения планирования. Мы не имеем возможности явно сказать, что я хочу, чтобы, значит, у меня вот эта вот задача выполнялась прямо сейчас, значит, вытеснила все остальные, значит, с планировщика и пошла на исполнение. В этом плане, конечно, есть определенный минус. Intel TBB не предназначен для реализации задач прям реального или жесткого реального времени, да, когда нам нужно вот прям гарантировать 100% на какое-то время отклика. Потому что все-таки механизм планирования закрыт, и фактически одно из немногих вещей, на которые мы можем влиять – это число потоков, которые реально будет создавать Intel TBB. Вам в ваших приложениях не нужно будет использовать такую фишку, значит, и не нужно будет явно объявлять планировщик TBB. Он сам объявится, когда нужно. Вот. Но в целях отладки можно его использовать, передавая ему просто один поток для инициализации. В противовес этому, значит, у нас есть Java Util Concurrent на Java. Значит, поскольку Java Util Concurrent у вас была, как я понимаю, вот. Но, как вы, опять же, мне сказали, пулы потоков вы не сильно проходили, вот, то мы, собственно, только их пройдем, раз вы их не проходили. Что касается Java Util Concurrent, то если Intel TBB закрытое планирование, то у Java Util Concurrent, наоборот, практически все планирование отдано программисту. То есть здесь у нас нет какого-то единого планировщика, если не считать саму Java-машину, вот. У нас есть в обычном, значит, многопоточном программировании инструменты, напоминаю, создание потока как наследование от thread или реализация интерфейса runnable. В Java Util Concurrent добавлен интерфейс, который называется callable. Причем callable — это generic. И фактически все отличие от runnable — это функция не run, а call, которая возвращает, должна возвращать как раз-таки то значение, которому инстанцирован этот generic. Понятно? Что мы с ней можем делать? Значит, этот интерфейс мы от него наследуемся, точно так же переопределяем функцию call, и семантика работы с callable так же, что и с runnable, с той поправкой, что мы можем, если захотим, возвратить что-то из этой функции. Напоминаю, что runn — возвращаемое значение void. В Java Util Concurrent есть базовый класс, который называется ExecutorService. Это базовый класс всех пулов потоков. Пулов потоков, значит, в Java реализовано в зависимости от политики их использования несколько. Есть, значит, наиболее, наверное, простой — это Single Threat Pool. Как вы думаете, сколько в нем потоков? Правильно, значит. В нем, значит, один поток, и фактически все задачи, которые мы передаем на исполнение этому пулу потоков, исполняются в рамках всего одного потока. При этом Java Util Concurrent, точно так же, как и Intel TVB, привносит парадигму программирования в терминах задач, нежели в терминах потоков. Точно так же, как в Intel TVB все реализовано на задачах, и даже вызов функции ParallelFor все равно не явно создает задачи, то и в Java Util Concurrent. Когда мы вызываем у Executor Service функцию Submit, куда можем передавать объект, который реализовывает интерфейс Callable, мы фактически создаем задачу внутри. Recruiter Service у себя внутри, представляем, содержит две очереди. Первая – это очередь задач. Вторая – очередь потоков. Потоков, именно вот прям физических потоков, на которых он исполняет эти задачи. То есть чувствуете, вот почему мы изучаем эти средства вместе. Оба эти средства, что TBB, что Java Util Concurrent, добавляют еще один уровень абстракции. Мы получаем уровень абстракции над потоками в терминах задач. Понятно? Хорошо. Если мы делаем Submit Callable в наш какой-либо наследник Executor Service, мы получаем обратно что? Мы получаем обратно будущее. Future. Это будущее тоже generic, и он инстанцирован тем же параметром, что и тот наследник Колобла, который передан сюда в качестве параметра. Непонятно написал, да? Future. Делаем Submit, возвращаем в Future. Что такое Future? Значит, на самом деле этот класс, название этого класса перекочевало во многие библиотеки, во многие реализации разных многопоточных штук, в разных языках программирования. То есть фактически, если вы видите где-то в Future, то оно практически везде носит одну и ту же семантику. Семантика следующая. Функция Submit не блокирующая. Мы отправляем на очередь задать какую-то задачу, реализацию Колобла, и обратно получаем Future. У Future уже мы фактически можем спросить. Основные методы, которые нас будут интересовать, это get. Как вы думаете, что он возвращает? Да, он возвращает как раз-таки вот это вот t. При этом, если функция Submit не блокирующая, то функция get блокирующая. То есть, пример следующий. Если мы хотели создать поток, сложить в нем 1 плюс 1 и потом подождать, пока оно сложилось, то в терминах пула потоков мы делаем наследника Колоблы, реализуем сложение 1 плюс 1, этот объект кидаем, создаем пул потоков, допустим, single thread pool, кидаем туда с помощью метода Submit нашу задачу, сложение 1 плюс 1, получаем оттуда будущее, вызываем у будущего метод get и получаем 2. При этом, вот как мы можем складывать. Не слышу еще раз. Да, есть. Вот это метод наиболее простого использования будущего. То есть, фактически мы вызываем get и гарантированно в режиме блокировки ждем результата. Фактически, вот этот get, выход из этого get скажет нам, что наш executor service реально исполнил нашу задачу на одном из потоков, который находится в очереди его потоков. Функция call завершилась удачно, значит, возвратила нужное значение и вот это значение мы получаем. Это блокирующая функция. Кроме этого, будущее фактически является таким неким квитком, по которым мы можем узнать о состоянии нашей задачи. Мы можем узнать, завершилась ли она в неблокирующем режиме. Значит, и сейчас я вспомню каким-то методом мы это можем сделать. Не вспомню, но точно можем. Кроме этого, мы можем сделать ей... Мы можем ее прервать. То есть, фактически сделать interrupt-сопрос на то, чтобы она снялась с исполнения. При этом мы можем через будущее прервать исполнение задачи не в терминах завершения потока, который вот здесь в пуле потоков будет исполняться. Естественно, неправильно было бы нам давать работать с внутренними данными пула потоков. Когда мы вызываем задачу типа reject, отменить, да, будущее, отмени будущее, вот, значит, то если наша задача еще не перешла в очередь активных задач, то есть, которые реально исполняются на потоке, тогда она просто удаляется из очереди. Она, значит, не была на потоке, ну и ладно. Если она исполнялась, тогда все-таки действительно потоку будет передан запрос на то, чтобы наша задача была завершена. При этом завершение задач точно так же реализуется, как и с обычными потоками. То есть, тут никакой магии нет, мы должны все-таки, значит, проверять cancellation point всякие и все в таком духе. Да, функции call, вот, да, 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 конечно. То есть, это не отменяет программирование хорошего в терминах завершения потока корректного. Так, получили будущее, и с будущим мы можем делать все, что хотим, значит, как обычно. Можем от него получить результат, можем его прервать и отменить, можем проверить, есть ли результат. Фактически это инструмент такого опосредованного управления нашей задачей через пул потоков. Понятно, да? Хорошо. Фактически это все, что нам нужно от нашей задачи. Теперь, какие у нас есть пулы. Есть несколько видов пулов. Вот я упомянул о самом простом, сингл. Есть достаточно часто используемый fixed thread pool. Да, конечно. Я понял вопрос. Значит, в существующих наследниках вот этого экзекьютор-сорвиса такой функциональности нет. Но сам экзекьютор-сорвис в качестве параметра своего конструктора на самом деле принимает размер очереди, максимальное число потоков, которые он сразу создаст, максимальный размер очереди, после которого не будут приниматься задачи на исполнение. Да, но это нужно своего наследника сделать. На самом деле ничего страшного в этом нет. Значит, потому что вся логика в основном реализована уже в нем. Или свою реализацию. Но вот именно здесь, в fixed thread pool, в single thread pool, механизмов ограничения, что я не хочу, чтобы в очереди задач больше было тысячи задач, допустим, такого механизма нет. Просто методов не реализовано. В C-Sharp, поскольку .NET в принципе предоставляет другой немного фреймворк для параллельного программирования, который называется Parallel, Parallel, что-то Parallel. Не помню, что Parallel. Фактически там есть аналог этого механизма. То есть там есть пулы потоков тоже. Значит, и работа с ними идеологически в принципе совпадает с тем, что мы сейчас вот проходим. За исключением синтаксических там дженериков. Все в таком духе. У нас может быть поток графики, а может быть поток, значит, каких-то, допустим, задач, которые пользователь интегрирует. Сервер интегрирования реализовываем, допустим. Мы знаем, что у нас, ну, допустим, одноядерная машина всегда, да, или двухядерная, давайте одноядерная. Мы делаем single thread pool, в него сабметим все задачи интегрирования, и мы можем на интегрирование, допустим, выделить только один поток, только одно ядро на любой архитектуре. Больше не хотим выделять. Тогда мы делаем только single thread pool. А все остальное, допустим, другие thread pool, у нас будут по другие задачи. При этом в Java, вот опять же, отличие нужно почувствовать. То есть у нас предполагается, что мы структурно разные задачи распихиваем по разным пулам потоков. И это именно хороший стиль программирования пула потоков. То есть если мы, допустим, интегрируем, то мы интегрируем в рамках одного пула потоков. Если мы делаем совершенно другую задачу, то лучше создать другой пул потоков. Почему? Чисто из архитектурных изображений. Допустим, fixed thread pool в качестве параметра своего конструктора, значит, принимает N потоков, которые он фактически сразу создаст, и с помощью которых будет исполнять все задачи, которые ему поступят на исполнение. Мы сюда передаем 10, он реально 10 потоков сразу создаст, значит, они будут физически существовать, и на них будут исполняться наши задачи. При этом пулы потоков, да, их одно из основных преимуществ – это то, что мы не создаем потоки каждый раз, когда нам нужно выполнить задачу. Мы просто меняем фактически, подменяем задачи на существующем потоке. Ясно? Хорошо. Fixed thread pool. Ну, из таких, наверное, используемых еще есть cached. Cached thread pool, у которого есть, значит, чуть больше параметров. Это начальное число потоков, по-моему, максимальное число потоков, которые он создаст, и timeout. Cached thread pool, в основном, наверное, хорошо понять, как его использовать, допустим, для как раз-таки веб-сервера. Если у нас есть множество запросов, не очень частых, или, наоборот, есть период частых запросов, есть период не очень частых запросов, и мы на каждого должны выделять свою задачу, то мы говорим, я хочу задать cached thread pool, сначала хочу, чтобы в нем было, допустим, 5 потоков, максимально я могу выделить 40 потоков, значит, timeout, допустим, 60 секунд. Если у меня, или 60 минут, если у меня есть какое-то большое число задач, у меня число физических потоков увеличивается в cached thread pool. На самом деле увеличивается до максимального значения, если у меня задач больше, чем потоков. Как только у меня, значит, спад запросов, меньше запросов пришло, то по истечению timeout'а лишние потоки, для которых нет работы, они удаляются. Какие-то такие вот масштабируемые полпотоков. Ясно? Вот. Но его не нужно использовать для задач, когда нужно, значит, какой-то пример привести. Здесь задача, когда у нас никогда не будет уменьшения вот этих запросов. То есть, если нам не нужно вот это масштабирование вперед и удаление по timeout'у, то cached thread pool нам не нужен. Во, я как раз уложился. Ну, наверное, еще есть вопросы по java-to-concurrent пулам потоков? Опираясь на ваши знания, значит, по java, раз их нет, ну ладно. Значит, раз вопросов нет. Итак, java-to-concurrent в итоге нам позволяет работать с ней как мы захотим, то есть создавать любое количество потоков. Никто не контролирует оптимальности нашей работы, да. У нас нет единого планировщика этих пулу потоков. Мы создали два пулу потоков, fixed thread pool по 10 потоков каждый. Напихали в них задач, будут реально физически выполняться эти 10 потоков. Значит, 10 плюс 10 – 20 потоков. При этом, если GVM сама не соптимизирует все это дело, а она не настолько заоптимизирует это дело, то, значит, мы будем иметь просадку производительности из-за переизбытка реальных вычислительных потоков. Понятно? Ну, тогда ладно. Спасибо за лекцию. Все, всем до свидания.